Добрый вечер! Меня зовут Алексей и это программа Новости образования для всех крон 6 февраля 2020 года в Рио Новости состоялась пресс-конференция президента Российской Академии Наук Александра Сергеева, приуроченная ко Дню Российской Науки, отмечаемому 8 февраля. Сергеев рассказал об итогах совместного заседания нового состава Президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, на котором он до этого побывал. Были представлены результаты рабочих визитов президента РАН в Новосибирский академгородок, где планируется строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», и в Кемерово, где обсуждаются вопросы создания научно-образовательного центра. Также были освещены процессы подготовки к празднованию столетия со дня рождения академика Андрея Сахарова. Репортаж подготовлен нашим каналом совместность ТВ-Инфо и ТВ-Народная инициатива. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч! Александр Михайлович, Лебедев, газета «Народная инициатива». Спасибо вам за ответы. У меня два вопроса на уточнение. Первое. Скоро уже три года, как вы стали президентом Академии наук. Хотелось бы, чтобы вы смогли сейчас ответить на вопрос, что за это время главное удалось довести до конца. Какой кирпичик вам удалось сдвинуть? Не в процессе, а до конца. Какой вопрос от момента вступления в должность вам удалось решить до конца? Глобальный вопрос в Академии. И второй вопрос. 21 мая 2021 года исполняется 100 лет академику вашей Академии Андрею Дмитриевичу Сахару. Вспомнит Академию об этом? Будет как-то отмечать? Или какое мнение у Академии? Так. Насчет трех лет. Во-первых, я правильно сказал, что еще двух с половиной, но я не к тому, что нечем рассказать и нечем отчитаться. Я думаю, что главное, что нам удалось найти понимание и руководство страны, это то, что Российская Академия наук надо давать большие полномочия. И то, что президент сам в своей инициативе внес в 18-м году в Академию, здесь в 53-м законе федерального, ну, многие сказали, ну, подумаешь, там, какие-то вот такие-то еще полномочия. Но если вникнуть туда и посмотреть, то полномочия это огромная. Этот полномочий по учету контроля всего поля науки в стране. Потому что Академия наук стала теперь организацией, которая учителяет научно-методическое руководство всеми научными организациями и высшими учебными заведениями, всеми организациями страны, где ведутся научные исследования. Понимаете, вот это дальше, вообще говоря, как к этому полномочию подойти? Можно сказать, ну, подумаешь, чего-то там, институты же нам не вернули. А с другой стороны, если посмотреть, ведь это очень важная полномочия, это очень важная полномочия, если к нему еще есть инструменты, а инструменты есть, они еще будут появляться, как вы можете вот это свое научно-методическое руководство доводить до того, до того, что влиять уже рублем на то, что, где делается плакание наук, чтобы прекращалось финансирование. И сейчас, в прошлом году, как вы знаете, было и в постановлении правительства научно-методическому руководству, в Академию наук сейчас действительно и все программы развития, и тематика, и результаты приходят на экспертизу. Теперь вообще говорят слово за нами, а как правильно, эффективно организовать эту экспертизу, чтобы она была важной, и чтобы она действительно могла помочь в целом в стране разобраться, как эффективно у нас развивать науку. Я считаю, что это очень важно. И здесь я бы сказал, что сейчас есть еще и правильные вопросы у нас самим к себе в Академии наук. А достаточно мне хорошо у нас экспертиза выстроена. Мы здесь работаем в виде проблемы. Не до всех, даже в российской академии дошло, насколько это важная полномочия. И будем здесь действительно работать с тем, чтобы мы действительно это был, ну, если хотите, штаб вот такой вот науке в стране. Хотя иногда я говорю, ну, ребята, у вас штаб, а где у вас войска? Войска теперь у вас вообще по другим командам. Понимаете? Но штаб штабом, если посмотреть, каким образом штаб в военном деле действует, ведь штаб конкретно войсками не руководит. А штаб действительно принимает решение о том, чего надо делать. И имеет инструменты заставить вот тех офицеров, которые руководят армией, делать то, что говорит штаб. Понимаете? Вот это важный момент. Второе. Это, конечно, по прикладным делам. И это то полномочие, которое в Академии наук появилось, комплексы науше-технические проекты и программы. То есть это запуск, реализация проектов по стратегии науше-технологического развития. Процесс затянулся сильно. У нас есть семь советов приоритетов, которые хорошо работают. У нас десятки и десятки отобранных проектов, вот этих сквозных цепочек. Генерации знаний, то рынка. У нас множество с правой стороны инвесторов из реального сектора, которые стучатся в двери и говорят, я даю миллиарды. Но государство, выстроите вот эту вот цепочку, чтобы действительно была вот эта система эффективная передача знаний в технологии. И сейчас вот только-только первые эти КНТП начинают запускаться. Важнейшая задача для нас в этом году, и мы с Валентином Николаевичем Фальковым об этом говорили, что в этом году было запущено как можно больше вот этих вот проектов. Как можно больше проектов. Иначе те же самые инвесторы, они разочаруются. Скажут, ну что, вы помогли нас? Мы привели, показали свои там миллиарды, 50 на 50 нам сказали, вот мы вкладываем, подписываемся под это. А вы не можете эту цепочку запустить, чтобы провести какие-то дополнительные исследования, провести какие-то испытания, еще что-то, что мы не можем делать. Вот это второй момент. Я считаю, что хорошо, что это удалось сдвинуть. Но опять незумодворенность есть, что это должно как можно скорее привести к результату. Третье, сейчас, конечно, долго отвечаю, но для меня это очень важно. Мы убедили и правительство, и министерство в том, чтобы мы переформатировали и ввели в повестку дня с другим форматом, так называемую программу президиума РАН. Была борьба, вы знаете, что в свое время было где-то 4,5 миллиардов, академия наук сама делила эти деньги, потом эти средства секвесно, первое, второе уменьшилось, 1,6 миллиарда. И мы просто выступили с инициативой, что мы просим возвратиться вот к этим суммам, просим 4,5, но дали пока 4 миллиарда, по другому формату. Мы хотим, чтобы мы через академию наук, через экспертизу академии наук, через инициацию, поддержку этой деятельности получили возможность в стране иметь несколько десятков, 40-50 проектов, научных, фундаментальных проектов, конечно, с выгодом каким-то будущим в различных правлениях, которые бы финансировались на уровне паритетных с тем, как они финансируются в ведущих странах мира. Это так называемые наши 100-миллионники. Вот сейчас вроде мы действительно пробили, сейчас есть постановление правительства о том, что это будут, какие-то последние штрихи мы делаем. Вот в этом году, в самое ближайшее время, запустим этот конкурс. Вот для академии наук и для меня это абсолютно важно. Этого еще не было, понимаете? То есть мы на 3-4 года, может быть, больше, определим те проекты, которые будут финансироваться на очень высоком уровне. То, что мы говорим, порядка 100 миллионов рублей в год, это очень приличные деньги. Но мы должны найти вот те проекты, по которым через 3-4 года мы сказали, не следяя, что это результат, по которому мы конкурируем со всем миром. В науке, в фундаментальной науке. Вот тоже здесь процесс пошел, думаю, что мы обязательно вот это вот запустим. Ну, есть еще ряд направлений, причем разных направлений, это и более каких-то таких фундаментальных в смысле устройств общества. Вот сейчас то, что связано с поправимой конституцией. Ну вот, понимаете, мы действительно, даже в сравнении с конституцией 17-го года, которая... Смотрим, у нас как наука в конституции нашей прописана. Может, строим страну на основе знаний теперь, да? Экономику должны строить на основе знаний. Где у нас в конституции это есть? Смотрим, видим, что явно недостаточно. Явно недостаточно. То есть, свобода творчества, научного вместе, свобода литературного творчества, там, еще какого-то, еще какого-то, раз. И второе, что наука, значит, перечислена там, как бы, в предметах ведения, там, и федерации, и в одном месте совместное ведение субъектов и федерации. Тоже через запятую. Ну, слушайте, вот, если мы все решаем и договариваемся, что наука – это базовая ценность, на которой мы будем строить наше общество, базовая ценность, где базовые ценности сидят в конституции, в преамбуле? Ну, давайте попробуем, посмотрим, по крайней мере. Ну, инициатива такая сформулирована, как это должно быть, тоже сформулирована. Рабочая группа по поправку в конституции работает. Я так понимаю, что первое рассмотрение благоприятно для наших инициатив прошли. То есть мы предложили в преамбу, в 71-ю статью, это введение в федерации, и в 114-ю статью, это введение правительства Российской Федерации, включить явным образом то, что мы строим научно-технологически ориентированную страну. Так, по Андрею Дмитриевичу. Да, я прямо в догонку, Андрей Александр Михайлович, да, знаю, что создан комитет, и вы сейчас расскажете о программе, которая будет, но прямо в догонку, вы не могли бы не спросить про свой родной, да и про ваш родной город Горький, где Андрей Дмитриевич провел без малого семьи, там ли какие-то мероприятия тоже? Да, обязательно будут мероприятия. Ну, коллеги, мы знаем, что Андрей Дмитриевич действительно человек многогранный, многосторонний по своей деятельности. Это и наука, это общественная деятельность, это и мыслитель, это правозащитник, целый спектр. Поэтому, конечно, это великий человек, и абсолютно правильно, что был указ президента о том, что был создан комитет по тому, чтобы отметить столетие со дня рождения Андрею Дмитриевича. Это май 21-го года, 21 мая 21-го года, и, ну, я, в общем, посчитал за огромную честь для себя, когда мне предложили только комитет позволить. И мы, у меня есть два заместителя, это Калукин и Федотов, с которыми мы очень хорошо вместе начали работу и будем продолжать работу. У нас действительно такой боевой комитет, в который входят и губернаторы, и представители министерств, причем на уровне руководителей федеральных органов исполнительного власти, там есть деятели и культуры, конечно, ученые, там есть и правозащитники, там есть и мемориалы, там, ну, напор такой очень правильный. У нас было два заседания оргкомитета, вот одно несколько дней назад, где мы уже фактически составили перечень основных мероприятий, которые мы считаем, что вот без этого невозможно отметить 100-летие Сахарова. Они разные, эти мероприятия. Это и конференции, это и фильмы, это и памятники, это и различные издания и так далее, то есть перечень основных мероприятий. Второе, это перечень, как мы написали мероприятий под эгидой комитета, и третье, это инициативные мероприятия. Мы так их пока разбили и сосредоточились, фактически утвердили вот этот вот перечень основных мероприятий. Солидный перечень получился, и очень правильно, что мы пришли в консенсус, каким образом будем эти мероприятия продвигать, откуда будет процесс финансирования этих мероприятий. Не думаю, что будет много вопросов с финансированием, потому что многие хотят вложиться. Многие. Мы видим и знаем, что и Росатом обязательно вложится, и мы видим, что Министерство культуры очень активно открыто на это, и тоже есть перечень мероприятий, которые они хотят финансировать. Думаю, что в этом отношении поддержка будет. Вопрос о регионах тоже есть, но дело в том, что Нижегородская область, Росатом — это особый регион. Там действительно Андрей Ильич провел эти драматические годы в своей ссылке. Я в это время работал в крупнейшем эпидемическом институте Нижнего Нового института на базовой физике. И, понимаете, да, вот, состоит, даже не мое, я был молодым и, может быть, не до конца разбирался в ситуации. Представьте себе позицию директора института, когда был отрицатель Киакону Грехов, первый директор Рюкфана. И, да, вот, действительно, его коллега, академик, с которым у него замечательные отношения, он живет в ссылке на расстоянии, там, несколько метров от института, они могли бы встретиться. Ну, естественно. Так, нет, в принципе, они могли бы встретиться. Но после этого, что произошло с институтом, на рекламной физике, никто предположить не мог. Вот это драма и Андрея Дмитриевича, и, в общем, академической общественности Нижнего Нового. Ну, вот, у нас есть замечательная филармония, имя с Раковичей Нижнего Нового, которая проводит сахаровские фестивали, и Томина, вот, Николай Дмитриевич, руководитель вот этой его филармонии, она действительно, и в те годы была тоже руководителем, она вообще на Роскомитете, и сейчас рассказывает удивительные вещи. Она говорит, я надмечу, лицо вроде бы не знала, но, а ему разрешено было ходить в концерты филармонии, он любит заниматься этим делом, вот, и, значит, ну, такой шум он вообще не будет на этом концерте, не будет на этом концерте, вот. И он нам сейчас рассказывает, что некоторые исполнители и дирижеры, да, которые вот были на тех концертах, на которых у Адовича не знали, что он точно, если они посвящали ну, какие-то номера. Ему официально это не говорилось, но, вот, это было как и традиция. Но много было такого драматического, и, конечно, Саров, филарьералей ининцентр, Саров, он по полной присутствует в этой программе, там будет памятник, поставленный, там будет еще много различных мероприятий, да, если про Нижний Новгород будет и не только филармония, и не только вот эти вот концерты Сахаровского фестиваля, Сахаровский фестиваль будет попадать так, что раз в два года в этом году будет 16-й фестиваль, а мы Адовича в столетии отмечаем в будущем году. Так вот, они сделали, что в этом году фестиваль, который в мае откроется ровно за год до 21-го мая, как получилось, он будет как бы стартом вот этого года, и это будет первое открытие этого года. В 21-м году они делают специальный фестиваль, не как Сахаровский, но в рамках вот празднование реставрития очень присутствует. Музей там будет реставрирован, расширен. Это просто губернатор на это дает деньги. Интересно, я, честно говоря, даже об этом не знал, что там есть в районе Розамаса такое село называется выездное. И, значит, там вот так получилось, что старшее поколение Андрея Ильича связано с происхождением с этого места. Вообще получается вот такой треугольник, вернее треугольника, линейная связка Нижний Новгород, Розамас и Сарок. То есть Нижегородская область активно принимает участие, но, конечно, не только она. Ясно, что основные мероприятия будут здесь, в Москве. Мы решили и наукомитете договорились, что в Академию наук будет первое такое общее собрание всех участников в 21-м году, когда соберутся и ученые, и социальные, и общественные деятели, и соберутся правозащитники. Мы все общую первую конференцию, открытие проведем в здании Российской Академии наук, а после этого конференция разделится на три части. Будут отдельно физики заседать, не знаю, можно сказать, фиани, будут отдельно коммунитарии, представители социальных наук и правозащитники. А потом на закрытие все вместе соберемся. На закрытие мы планируем общий большой концерт, у нас Пилаков ходит в орган комитет, Москва представлена очень сильно. Я думаю, что все это будет интересно. Еще раз хочу сказать, что я считаю, что для Российской Академии наук это очень важно, чтобы все эти события случились, что мы достойно отметим столетия на ментаре. те мероприятия, которые воздушили, очень достойно. Коллеги, у нас продолжение. Я хочу сразу сказать спасибо большое, мы вас видели по эфиру федеральных телеканалов, потому что Александр Михайлович с вами общался на госсовете, поэтому давайте на невозможность других коллегам. третий ряд наук. Спасибо большое. Уважаемый Завел Философ, поздравляю вас с Днём Российской Науки. Ой, я сейчас так же не могу. Наука является производительной силы общества, вы об этом говорили, это известный тезис. Конечно, хочется думать, что это в хорошем смысле, не для отмыва, а, так сказать, для... И вот вы говорили о том, что вопросы пространственной экономики, и мы как-то смотрели с коллегами и не нашли книжки, которые у нас очень много экономистов, которые бы описывали экономические достижения в виде норгийских кремий. Мы знаем, что вопросы, фундаментальный вопрос о пространственной экономике, в 2008 году была присуждена премия Пола Круглова. Это целиком применяется в территории России. Может быть, имело смысл в Академию наук организовать курсы для губернаторов и их офисов с такой кличкой, такой кличкой у нас не издана. Это первое. Второе, какая интересная риск, что Академия наукой делают творцы. Идея рождается не во всем, так сказать, предприятие, у одних. И вот, недавно прошел Всемирный астрономический конгресс в Гнадулу, где участвовало 3600 ученых со всех стран. От России только был один приглашенный доклад. И он был посвящен магнито-квантной природе и произвел калит Сатурна, ту задачу, которую не решила миссия Кассини. Тут же был сделан фильм по этой работе. Эта работа висит на сайте Астрономического Общества Америки прошло лицензирование. Хотелось бы верить, что ее повесят на сайте Академии наук, для того, чтобы люди, у нас несколько астрономических академических институтов, знали об этом фундаментальном достижении российских ученых, которые платят налоги для российской телекологии. Спасибо. Спасибо за поздравление. Я с второго вопроса начну. Вы знаете, вы сейчас очень печальную цифру привели, 3600 участников астрофизики. Астрофизики. Астрофизика, это понятно, что это значительной степени российская наука. Только один представитель. Только один представитель. К сожалению, это так. Чтобы мы не говорили о том, что публиковаться мы стали больше, там разве еще что-то. Есть очень верный показатель нашего присутствия в мировом научном пространстве. Это количество приглашенных докладов на вот таких крупных международных конференций, которые в каждом комьюнити считаются главными. Вот на это надо смотреть. Вот там доля нашего присутствия катастрофически упала. И вот пока мы туда не начнем возвращаться, пока нас не начнут приглашать туда с приглашенными докладами, вот до тех пор мы вот наши все победные реляции, что, так сказать, прорыв, там еще что-то дело пошло, ничего не стоит. Это самая высокая международная экспертиза того, какое знание генерируется в стране. Поэтому я абсолютно с вами согласен. И уж те доклады, которые туда попадают, обязательно нуждаются абсолютно вот в таком пиаре. Спасибо большое, я просто искажу своим коллегам. Теперь, по образованию губернатора. так случилось, там есть и субъективные, и объективные причины, что когда сейчас говорят, что академия наук, там у вас экономическое подразделение слабое и так далее, но ведь опять, вот академия за все отвечает, или не за все, что мы должны смотреть? Если мы родные с точки зрения научно-методического руководства для всех, и для академических институтов экономического сектора, и для университетов, и для вышки, и для ранхица, и для финансового университета, мы теперь одинаково родными должны быть. Тогда давайте смотреть теперь на это общее поле наших экономистов-ученых так, чтобы в целом оно заработало и давало вот этого совета губернатора. Так это действительно очень важно, если мы говорим, что у нас есть действительно не академические, но другие высшие учебные заведения, сильные учебные заведения, которые являются подведом правительства напрямую, получают серьезные средства правительства, и это очень правильно, что правительство в своей политике должно упираться на если правительство опирается на решение этих правительственных подведов в экономической социальной политики, наверное, она считает, что правильно поддерживать существительные организации, но в целом вопрос этот поставлен абсолютно правильно, и в прошлом году, когда мы говорили, ну, у нас был такой московский экономический форум, который организовывал Российский Академия НОВ, а когда мы в прошлом году стали говорить о организации, мы изменили, ну, если в таком хорошем смысле слова, палитру, потому что все-таки, как бы, ну, вот цвет, как сказать, основных представителей на московском экономическом форуме был более, так сказать, однообразный. Академия наук – это бескрадает, вообще, были разные взгляды. И мы сказали, давайте вот сделаем такое, чтобы все были рады сюда прийти и подискутировать. Потому что они говорят, мы к вам не ходим на московский форум, потому что вот вы вот такие и такие. А с другой стороны, с гайдаровского форума нам говорят, а вот гайдаровский форум… Вы знаете, вот я когда стал президентом Академии наук, это было в сентябре 2017 года, я в январе 2018 года пошел на гайдаровский форум. И, ну, самому интересно посмотреть, что это такое. Многие были удивлены, но, с другой стороны, если мы решаем вопросы экономического развития страны, а говорим, что оно может быть только эффективным на путях научно-технологического развития, и что наша основная задача – это мультиплицировать человеческий капитал, который, может быть, только один поможет нам быстро пойти вперед, то это как раз задача для Академии наук. Правильно? Поэтому, чего же не хожу и буду ходить на эти мероприятия. И также считаем, что и на академическую площадку все будут приходить. В этом смысле, я думаю, что и время-то такое. Время показало, что вот эти полярные взгляды, да, что ясно теперь, что либерально-экономические взгляды, которые главенствовали у нас там в нулевые годы и в начале десятых годов, видно. По-моему, Путин, как будто даже, отвечая, что у нас, какие сейчас экономики, по-моему, про Кудрина сказал, да? Вот даже Кудрина тот тарифовал. А Алексей Ильич, он через несколько дней был на каком-то мероприятии, на котором был Глазев. И они потом распространили, он распространил фотографию совместную с Глазевым, которую он за главу притарифовал. Понимаете, то есть, на самом деле, ну, время-то пришло, что, ну, что там, те правы не есть, ну, вот у нас уже довольно приличная история, да? Мы 30 лет развиваемся по такой, действительно, особой траектории. Сейчас надо действительно понять, что лучше, как идти. И вот я вам скажу то, что касается Алексея Леонидовича Кудрина. Ну, вот по тем встречам, по разговорам, которые мы ведем, ну, у нас позиции по отношению к развитию науки в нашей стране, по необходимости увеличения там финансирования и прочее, прочее, они, ну, очень близкие. Понимаете, очень близкие позиции. Поэтому, когда мы говорим, что губернаторов надо учить, наверное, действительно, наше все экономическое сообщество должно, вот как мы сейчас говорили про преаболу Конституции, должно найти вот эти общие ценности, независимо от цвета, там, красные, там, синие, там, желтые, зеленые, и начинать вот это реализовывать. И вот это поле регионов как раз очень важно. Как раз очень важно. Поэтому то, что вот по распространять по, там, книги какие-то по переводителям генобусских вариантов, наверное, письма, я, честно, не могу вам сказать, что они у нас переведенные, не переведенные, распространяются, не распространяются. Интересно, проверим. Я в восемнадцатом году был на Нобелевской неделе в Стокгольме и слушал с удовольствием лекции двух нобелевых лауряков по экономике. Там подробно еще один выступали, рассказывали. Кстати, там тоже очень вещи такие, ну, докладные тому, что можно было применить в условиях нашей страны. Это обсуждалось. Интересно. Я считаю, что здесь очень интересно. Спасибо. Александр Михайлович. Александр Михайлович, о чем начали разговоры, да, о регионах именно и предлагаем закончить, потому что это крайне. Тема безумная, наука тема безумно интересная, чрезвычайно важная, но тем не менее, тем не менее доходит уже половина восьмого. Александр Михайлович, спасибо вам большое за оперативность, которую мы с госсовета приехали пообщаться с коллегами-журналистами. Еще раз поздравил за выступающим профессиональным праздником. Надеюсь, все темы, которые были сегодня звучаны, в том числе, в скором времени будут реализованы. Сергей Павлович, спасибо большое. Вам спасибо большое за внимание и за поздравления. Спасибо.